Возьмите разные, да. Но про первую, которую вы расскажете, я надеюсь, это все-таки Вторая Мировая Война, как Битва Народов. А потом и вторая, они симбиотичны. Ну что ж, вам слово. Микрофоны на столе. Я начинаю. Добрый вечер, да, добрый вечер. Спасибо, что пришли. Нам это очень приятно. Мы не писатели, я сразу хочу сказать. И выступать в роли писателей для нас не самое привычное дело. Поскольку, чтобы вы понимали, мы эти книги не писали. Эти книги, это уже сколько? Четвертая книга, вот эта вот Вторая Мировая Война, как Битва Народов, Лица Войны, это третья книга, до этого еще было две книги. Это книги, сделанные издательством по нашей программе, которую мы очень давно вместе ведем. Многие вас, наверное, слышали. Те, кто не слышал, послушайте, мне кажется, она достойна этого. Это программа «Цена Победы», которая выходит на радиостанции «Эхо Москвы». Сейчас я вам скажу, с сентября 2005 года. Она выходит с 16 лет. Из 16 лет каждую неделю в субботу в 8 часов вечера мы рассказываем что-то, поднимаем какую-то тему, какой-то сюжет, связанный с историей Второй Мировой Войны. Я, поскольку я стоял, как у нас принято говорить, у истоков этой программы, мне кажется, очень, может быть, интересно, мне во всех случаях, это достаточно любопытно для меня, как для журналистов, для моего журналистского опыта это интересно, то, что когда мы ее запускали, что называется, с сентября 2005 года, достаточно случайно, начинали мы без Рыжкова, начиналась таким... Слабая была программа, первая. Слабая. Начинали мы сначала с... Если кто помнит, там люди постарше, наверное, программу «Взгляд», был такой ученый парень Дима Захаров. Дима Захаров такой. Дима Захаров такой. Вот мы с Димой начинали эту программу, потом Дима там по семейным, по личным обстоятельствам. Не просто он не ушел из программы, он заболел, и по нему он сейчас живет не в России, в том числе и в состоянии здоровья. Вот, и появился в качестве, значит, ну, раз уж он говорит так, то я тоже могу пошутить, значит, в качестве такого суррогата, значит, появился Домецк, появился Рыжков. Нет, конечно, все это шутки. Вы замечательно уже, я даже сейчас не вспомню, сколько лет ведем эту программу. Вот, но я хотел что сказать, что когда мы ее начинали с Димой, она была рассчитана на один год. И вот в сентябре 2021 года будет 16 лет, если она доживет, я думаю, что, судя по всему, должна вас вообще дожить до сентября, это будет 16 лет этой программе. 16 умножить 52, кто может быстро умножить? 520 плюс 312, это 832 программы. И ни разу ни одна не повторилась. Вот, 832 программы, ну, если честно, кое-какие, пару, там, десяток повторов были все-таки, да? По темам, но не повторились? Нет, 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 повторились так. Под Новый год ставлю, иногда одно и то же программу. Вот. И как выясняется, собственно говоря, мы даже не догадывались о том, насколько огромно и масштабно это белое пятно под названием «История Второй мировой войны». Вроде много написано, много известно, много сказано, много снято, много переснято, много показано. Всего очень много. Вы пройдитесь по этому магазину, я думаю, здесь, наверное, есть какая-то, думаю, не одна полка, посвященная военной литературе, военной истории. Вы увидите, сколько книг написано на эту тему, а оказывается, мы про эту историю еще мало-то знаем. Вернее, так скажем, знаем далеко не все. И вот, собственно говоря, мы считаем, раз уж так получилось в какой-то степени, мы считаем нашим долгом рассказывать. И потом, это уже была инициатива, прямо скажем, издательства, перекладывать вот эти вот распечатки, которые на сайте появляются после каждой программы, вот эти распечатки формировать вот в такие книги. Я это говорю не случайно, я говорю это для тех, кто приобретет эту книгу и начнет ее читать, в какой-то степени с небольшими даже извинениями, потому что надо понимать, что это устная речь, да, так и написанная речь, она немножко, написанная текстом немного другой, да, он более выверенный по словам, по фразам. Здесь вам может показаться иногда, что текст не очень, текст такой шершавый, не очень гладкий, ну и так далее, и так далее. Опечатки, когда-то в любой книге могут быть, вот, но еще раз повторю, это главное, чтобы вы понимали, что это, что это переложение устной речи, устной речи на бумагу, хотя там, конечно, с какой-то там редакцией, да, безусловно, потому что просто в прямом виде устную речь невозможно читать на, в распечатанном виде. Еще об одной вещь я хотел сказать, тем более с учетом того, что сейчас очень много, что происходит вокруг истории войны, уже, по-моему, такое впечатление, что Государственная Дума только этим и занимается, она, по-моему, только и принимает законы, касающиеся истории Второй мировой войны. Вы знаете, я признаюсь, у меня вот в самом начале, вот тогда, вот в пятом, шестом годах, у меня были не только сомнения, но вот какое-то внутреннее такое чувство, а как воспримет это старшее поколение, те люди, которые прошли через войну, да, которые прошли через войну, потому что, конечно, вскрываются и всплывают факты, ну, невероятные совершенно, и которые, может быть, не всем было бы приятно о них читать или приятно их вспоминать. И через некоторое время, естественным образом, через некоторое время после запуска программы, естественным образом пошли письма, да, и их было очень много, они были прекрасные, они были с благодарностью, и, знаете, я до слез буквально у меня належит это письмо, может быть, когда-нибудь для какой-нибудь книги, в какой-нибудь книге я очень хочу его напечатать, если будет речь идти о цене Победы, это письмо одной женщины, ветерана войны, прикованной к постели, и когда она пишет письмо, спасибо вам, это единственное, что, ваша программа, это единственное, что меня держит еще в этой жизни, поскольку я, наконец-то, услышала правду о том, через что я прошла. Я впервые услышала, тогда еще не было никаких видео, конечно, как сегодня, таких ютубов и так далее, поэтому я только была радио, наконец-то я услышала, ну, еще раз повторю правду о том, через что я прошла, что я увидела, что я пережила, и вот эти, когда получаешь, конечно, такие письма, то понимаешь, что это надо. И еще один факт, который я сегодня вспомнил, как меняются времена, как меняются нравы. В 2000, ну, года через 2-3, может быть, да, после начала программы, она привлекла к себе большое внимание, а до сих пор, между прочим, 16 лет она на первом месте в рейтинге, ну, в нашем, там, слоте временном. И в 2007 году я вдруг сегодня вспомнил, думаю, вот, были же времена. Мы с Димой, кстати говоря, получили премию, там, что-то за лучшую программу. Знаете, от кого? От Единой России, которая сегодня с трудом воспринимает вообще хоть какое-то живое слово об истории вообще и о военной истории в частности. Ну, это просто, давайте для начала, Рыжков будет больше говорить о самой войне, он не участвовал, по-моему, такое впечатление. Вот. И тогда еще... Ну, да, я уже настолько погрузился за эти 10 лет, что я в программе, что я такое чувство, что я сам уже участвовал в этом все. Я два слова добавлю. Смотрите, как мы делаем программы. Два пути. Значит, первое, мы находим интересную тему и начинаем искать, копать специалиста. Вот так, например, мы счастливым образом недавно нашли замечательного экономиста из Ранхикса, по-моему, Николая Кульбаку, который оказался великолепным специалистом по транспорту. И он удивительные вещи рассказывает. Например, как железная дорога работала в годы войны. С деталями конкретно. Вот мне, например, запомнилось, он там рассказывал, что если бы гитлеровцы сумели перерезать то ли три, то ли четыре ветки от Москвы, которые шли на восток, соединяли там с Горьким, Казани и Уралом, все. Москва бы повторила судьбу Ленинграда. Но из-за того, что они недооценили вот этот фактор подвоза через железную дорогу, и Москва бы истояла и так далее. Вот. Или, допустим, вот мы делали с ним хлеб в годы войны, помнишь, пшеница, значит, вот урожай потерянный 41-го года, как кормили и так далее. То есть, как правило, мы... Вчера мы записали программу. Вчера мы записали программу с Димой Прокофьевым феноменальную. Еда в годы войны. Какой был паек красноармейца? Какой был паек офицера? Какой был паек подводника? И почему? Почему, например, у подводников была кислая капуста в рационе? Масса вещей интересных. Сто процентов, сто процентов, практически 199 процентов продовольствия, потребляемое Красной Армией, четыре года. А было... Было американским ленд-лиз. Десять миллионов человек. Три раза в день кормили. Значит, то есть, тема и ищем специалиста, иногда находим неожиданных людей, иногда наоборот. Довольно часто бывает так. Делаем программу, и мне пишут либо на почту, либо Виталию, либо на Фейсбук. Вы знаете, я вот такой-то, я вот специалист такой-то теме, я мог бы вам рассказать вот такую интереснейшую историю. И мы делаем тогда... То есть, мы открываем новые темы, новых людей, и действительно, это поразительно. С 2005 года, то есть, уже 16-й год идет программа. 52 программы в год, представляете, 52 программы в год. Каждый раз новая тема. И без... Ну, невозможно. Невозможно. И все время что-то интересное находится. Вот. И второе, что я хотел сказать, как эти книги сделаны, они разные. По концепции они разные. Потому что вот в этом огромном массиве наших программ можно выделять блоки. Например, когда-то мы с Виталием Демарским задумали цикл «Лица войны». И стали рассказывать о каких-то, не знаю там, маршал Монтгомери, маршал авиации британский Харрис, который бомбил немецкие города и сжигал их. Значит, включая Дресман. Допустим, там про Роммеля. Мао Цзэдун. Вот что делал Мао Цзэдун в годы Второй мировой? Второй мировой. Безумно же интересно. Или президент Китая Чан Кайши. Что за фигура? Что он делал? Как они между собой? Или император Японии Хирохита. Вот есть фильм Сокурова «Солнце» о нем. Интереснейшая фигура, которая осталась после войны, после капитуляции, как символ нации. И мы вот из этих людей, что там у нас еще было? Питен, да? Питен у нас был и так далее. То есть вот Геббельс. То есть мы брали фигуры и рассказывали вот концентрированно про эти фигуры. Наш любимый Черчилль. Черчилль наш любимый. Вот он даже на обложке здесь есть. То есть вот эта книга «Лицы войны» — это война, рассказанная через людей, через фигуры политические. Маннергеем, Аденауэр. Маннергеем, Аденауэр. Вот Аденауэр, бывший кастлер Германии. Вот кто из вас знает, в чем дело? А это интереснейшая история. Его дважды Гитлер чуть не расстрелял. Он фактически всю войну находился под домашним арестом. Его один раз спасли, когда он уже был приговорен к расстрелу. Ему сделали поддельную справку, что он тяжело болен. Врачи. Причем врачи-нацисты. Они его настолько уважали, он же был мэром Кёльна, бургомистром. Они ему выписали справку, что он все при смерти. И эсэсовцы от него... Отстали. Вот хорошее слово. У меня какие-то грубые слова. Отстали, скажем мягко. Интеллигентно, мы же в Санкт-Петербурге. И это его спасло. А прошло 4 года после войны, он стал первым послевоенным канцлером Германии и человеком, возродившим христианский... Которого советского пропаганда обвиняла в нацизме. В нацизме, да. А он был злейший враг Гитлера. Гитлер его ненавидел. И вот один эпизод из его жизни, просто... Мы можем бесконечно рассказывать, потому что интересно. Гитлер становится канцлером. Начало 1933 года. А, значит, Аденаура еще не успели снять с мэра города. Ну, его сняли через месяц, но еще не успели. И представьте себе, Кёльн... Ну, вы знаете, Германию Кёльн – это один из крупнейших городов немецких. И Гитлер прилетает в Кёльн. Значит, и нацисты местные, кёльнские... Не хочу проводить сравнение. Значит, они требуют от мэра города, чтобы он по всему городу развесил нацистские вот эти вот флаги. И встретил Гитлера, значит, в аэропорту. Знаете, что делает Аденаура? Он, будучи обер-бургомистром Кёльна, запрещает все флаги нацистов, а Гитлер уже канцлер. И не приезжает в аэропорт. Вот. И вообще с ним не встречается. То есть он просто открыто, в наглую игнорирует Гитлера, который только что стал канцлером. Понятно, что его после этого сняли с должности, значит, посадили под домашний арест. А у нас советская пропаганда называла его... Неонацистом. Вот. А вот эта книга, которая только что вышла, она вообще другая, и она вообще про другое. Мы, когда сделали цикл «Лица войны» и собрали, отредактировали вот в этой книге, в коричневой, мы придумали большой цикл «Страны войны». Дело в том, что... Сейчас, чтобы не соврать, у нас предисловие написано, сейчас я скажу. Значит, смотрите. Во Второй мировой, вообще на момент Второй мировой в мире было 73 государства. Сейчас 200 государств, членов ООН. Тогда было 73. Из этих 73 участвовало 62 или 80% населения мира. Ну, чтобы мы представляли себе масштабы Второй мировой, 62 государства из 73. Ну, понятно, там была нейтральная Швейцария, нейтральная Португалия, нейтральная Швеция, нейтральная Испания и так далее. Но в целом 62 государства из 73 с населением, 80% населения мира, участвовало во Второй мировой войне. А потом мы с Дымарским задались вопросом. А знаем ли мы, чем занималась Бразилия в годы войны? Футбол играл. Это понятно. А еще чем? Чем занималась, простите, Мексика? Или какая-нибудь, прости господи, Исландия? Филиппины. Филиппины. И когда мы эту тему копнули, друзья мои, выяснилось, что все участвовали. И еще как участвовали. И масса интереснейших фактов, и масса интереснейших историй. И мы сделали огромный цикл этих программ. У нас там есть Индия во Второй мировой войне, Африка во Второй мировой войне, Латинская Америка во Второй... И так далее. Те же Филиппины. Там же гигантские сражения были на Тихом океане. Между американцами и японцами. Вот, кстати, про Сингапур надо сделать. Мы про Сингапур не делали. А там интереснейшая история, что Сингапур была главная военно-морская база Британской империи. Я бы хотел на месте сделать. Давай на месте, слетая. Люба, сделай нам командировку в Сингапур, пожалуйста. 14 часов туда лететь, 14 часов обратно, и дней 8 там. А в дороге мы сделаем программу. А в дороге мы сделаем программу. Вот, и мы когда начали влезать вот в эту тему страны войны, мы обнаружили безумно интересные истории про каждую войну. Понимаете? Там, почему Венгрия оказалась на стороне Гитлера. Как Антонеску в Румынии сумел свергнуть короля и захватить власть, стать диктатором. Что там в Югославии, как она собиралась, как она разваливалась. Что, кстати, очень актуально и сегодня. Потому что это все там живо. Хорваты против сербов и так далее. Из этих... Извини, невероятно интересное, вот из того, что мне запомнилось, это Арабский Восток. Арабский Восток. Арабский мир военный. Вы знаете, что... Он был невероятно активен военный. А вы знаете, что нефть открыли ровно... Вот нефть, вот эта саудовская, знаменитая, которая сейчас основная. Была открыта именно в сороковые. И когда американцы осознали, что вот он, нефтяной Гландайк. И начали впервые туда заходить и как бы продвигать свои интересы и так далее. Поразительные интересы. Большинство арабского мира было на стороне Гитлера. Да. Вот. И мы, когда... Мы продолжаем, кстати, этот цикл и сейчас. Ну, там десятки программ. Из этих десятков программ мы отобрали, сколько у нас получилось с тобой? 28. 28 мы отобрали. Вот. Ну, здесь 28 глав. Переработали, отредактировали, переписали, уточнили и так далее. И получился вот такой текст. 28 истории, 28 стран войны. На обложке здесь Дегольф, Франсиско Франко. Тоже интереснейшая история. Франко ведь про-гитлеровский человек. Фашист. Всеми признанный. Франко. Никто не сомневается, что он был фашист. Гитлер не понимал, почему Испания не воюет на его стороне. А вот хитрый был. Хитрый. И так вертелся, и так. И выкрутился. И вот не участвовал. Он просто вообще не любил Гитлера. Они не любили. Ну, а кто из них друг друга любил? Муссолини вообще ненавидел Гитлера. А Гитлер ненавидел Муссолини. Тем не менее, они воевали вместе. Поэтому мы вот такую книгу сделали. То есть, вот это, это лица войны. Это фигуры. Да? А это страны войны. Это история стран войны. Кто как участвовал. И это то, чему у нас в школе не учат. Ну, и невозможно. Ну, невозможно в школьном курсе все это рассказать. Это то, про что мы практически ничего не знаем. А между тем, это было. И это все неотъемлемая часть Второй мировой войны. И мы как раз думаем, что вот и книга лица войны, и книга страны войны очень сильно раскрывают кругозор, очень сильно раскрывают наше представление вообще о Второй мировой войне. И мы-то больше знаем советско-германскую войну. А это была не только советско-германская война. Это была глобальная война, где участвовали все, как я сказал. Поэтому вот так это было задумано, сделано. И вот если вы прочитаете, я думаю, что вам будет очень интересно. Вы узнаете массу интересного из того, что здесь содержится. Дайте вам еще одну любопытную историю из нашего, так сказать, инсайдерской информации, как сейчас принято говорить. Это вот Володя сказал, что там сколько я... Я быстро куда-то считаю. Ну так. 832 программы. Я быстрее. Но их было не 832, их было меньше, потому что действительно были повторы. А почему повторы? Потому что у меня всегда была проблема, что какую программу поставить, если суббота падает перед Новым годом. Вот. Новогодние. Новогодние. Ну что? Ну не... Ну как... Ну опять убийство. Ну что это такое? И несколько, но много достаточно лет назад я записал эту программу с замечательным историком Константином Залеским. Он большой специалист. Он написал целую... У него целая энциклопедия под названием «Третий рейх». Он невероятный специалист по третьему рейху. По всем деталям, по формам, по... Ну в общем, знал не изнутри, конечно, но знал все внутренности. Внутренности, значит, третьего рейха. И один раз он мне предложил, говорит, слушайте, давайте запишем программу. Вот она все время, чаще всего и повторяется. Поскольку она самая легкая из всех, которые... Потому что, конечно, программа не самая всегда приятная, тем более на кануне Нового года. Все это слышит. Причем он книжку написал на эту. Она не толстая, но для программы одной это вполне достаточно. Даже больше того. Ошибки в фильме «17. Исторические ошибки». Исторические ошибки. Невероятное количество, особенно по немцам. Там, да, то есть, ну просто сейчас-то там вспоминать довольно долго. Ее можно легко найти, эту программу. И книжку, кстати, тоже, наверное, можно. Хотя она давно очень. Вряд ли уже найдешь. Ну да. На сайте «Эхо Москвы». Вот эту программу у нас время-отременно повторяется. Ну все, наверное, да? Знаете, какая самая непонятная ошибка? Например, пастор. Шлак. Пастор Шлак. Что с ним не так? Пастор – это кто? Какой религии? Какой? Какой? Пастор. Пастор? Пастор, конечно. Литератер. Пастор, а он католику к папе идеи. Да это мелочи. Не, нет, это не зачетливый. Это не умолеет художественную. Абсолютно. Гениальный фильм совершенно. Ну, такие всякие мелочи. Форма не та ССовская. Ну и так далее. Толпа. Ну, я думаю, мы можем сейчас просто побеседовать. Мы вам рассказали про программу, про книги. Может быть, у вас есть какие-то… Смотрите, если у вас есть какие-то темы интересные, я вот прям буду записывать. Я на каждой встрече, презентации записываю. Ну, просто так записывать, он ничего потом… Нет, нет, что-то мы потом нам удается сделать, да. Если вдруг у вас какие-то идеи есть по хорошим темам. Слово предоставляется девушке из первого ряда. Вы просто сейчас обсуждаете, Сраня, как Новый год встречали? Вы знаете, поскольку вы в масках, девушки, говорите громче. Как Новый год на фронте? У вас от так речь не разборчивая. Новый год как встречали на фронте? На фронте как Новый год встречали? Выпивали как. Был повышенный паёк и выпивали. Ну, как они ещё могли встречать в окопах? Ничего особенного там. Карнавалов не было, я вам сперюю. Йоу уже не было. Дополнительное просто, значит, 100 грамм наркомовских. У боя. В боях, потому что… Надо ещё понимать, что если уж брать советско-германский фронт, то у двух сторон конфликтующих в разные дни праздники. И потом, извините, Люба, за подробности, но давайте вспомним 31 декабря 41-го. Примерно понятно, что было? А давайте вспомним 31 декабря под Сталинградом 42-го. Понятно примерно, что там было? Там было крылавое месиво. Поэтому я думаю, что тут ещё надо помнить, что такое был 41-й, 42-й Новый год, 42-й, 43-й Новый год. И даже 43-й, 44-й, я вам скажу, тоже было, мама дорогая. Там, может быть, уже ближе, там, допустим, Новый год 44-45. Ну, посмотреть надо, когда уже мы были на территории Польши, Германии. Там, может быть, уже было полегче. И то не уверен. Я напомню вам, что мы в Польше при освобождении 600 тысяч потеряли. 600 тысяч при освобождении Польши. Так, чтобы было понятно, у нас штаб. Так что там наш Новый год, это... Да, пожалуйста. А как это? Не можно, я думаю, что... Что? Не как-то можно делать. Да, конечно, можно. У нас же просто общение свободное. Просто вы в связи с противниками поддержки, соответственно. И я запомнил, что когда обсуждали открытие второго форта, Американцы, амельчане предлагали на территории СССР его открыть. Вот, насколько это вообще? Я могу ответить коротко. Давайте я начну, Виталий, продолжит. Смотрите, про второй фронт мы делали много программ. Детально объясняли, детально разрабатывали. Во-первых, у нас в нашей традиции считается, что второй фронт – это Нормандия, 44-й год. Западная историография говорит, что 43-й год – высадка в Сицилию. Потому что была огромная высадка с Африти в Сицилию, в Италию. И они пошли вверх, они освободили Рим. Потом пошли туда. Гитлер там огромные силы туда перебросил, чтобы удержать Милан и север Италии. То есть, это как считать, да? Можно считать 44-й, можно считать 43-й. Во-вторых, никогда не было планов высадки ни в какой СССР. Всегда была дезинформация британцев. Они дезинформировали Гитлера, что мы высадимся в Норвегию. И Гитлер для того, чтобы предотвратить высадку в Норвегию, мы об этом тоже делали программу с Виталием, он там построил гигантские бетонные сооружения на норвежском берегу с батареями артиллерийскими. Там гигантская армия. Знаете, что стояла в Норвегии до конца войны? Группировка. Больше 200 тысяч. Потому что он ждал высадку в Норвегии. Это была дезинформация. На самом деле высадка готовилась во Францию. И она произошла во Францию. Вот и все. Поэтому это все мифология. Я не знаю, что вы смотрели. Я даже не помню этот сериал. Кто-то помнит его? Как вы сказали, стратегия? Я такой не знаю. Слушайте, очень много всего. Я не помню. Стратегия победы? Нет, высадка планировалась в Нормандии. И знаете, почему она произошла именно в это время? Дело в том, что Ла-Манш это довольно бурный такой пролив. И вот если брать летний сезон, более-менее, вот Виталий во Франции жил, более-менее, когда можно перебросить. Там же были сотни тысяч переброшенных за короткое время. Более-менее, когда можно оперативно, без шторма перебросить. Это очень короткий вот этот период сезона. И поэтому это было сделано именно в это время. Знаете, если уж говорить о мифологии, касающейся Второго фронта, то есть один. Вот у нас очень часто в нашей исторической, военной исторической литературе встречается такое описание некой советской обиды на Запад, что не открывали Второй фронт. Что все время тянули, тянули. И что якобы никогда у Сталина не было претензии к союзникам по поводу срока подкрытия Второго фронта. Он их просил, он их просил в 1943 году в Тегеране, безусловно, вообще прорабатывать вопрос Второго фронта. Черчилль и Рузвельт объясняли, что они когда смогут. И, в общем-то, фактически раньше 1944 года это практически было невозможно. Поэтому вот эти вот претензии, они родились уже после войны. Когда была холодная война, здесь посыпались с обеих сторон претензии друг к другу между союзниками. В годы войны этого не было. И там было полное взаимопонимание. Я вот с Володей часто выступаю перед разными аудиториями, там по поводу Черчилля мы там говорили и так далее. Знаете, меня что поражает вообще в истории войны? Как удержался в течение четырех лет вот этот вот альянс, этот союз антифашистский, антигитлерский парк? При полном доверии всех трех сторон. При полном доверии. Совершенно разные системы. Изначально полное недоверие друг к другу. Антикоммунист Черчилль. Ну, не скажу, что антикоммунист Рузвельт, но понятно тоже, что не марсист Ленинец. Значит, с другой стороны Сталин, не доверявший вообще никому, уж тем более там Западу. Как они втроем удержали этот союз до 45-го года, это удивительная вещь. При полном доверии и при полном, в общем-то, выполнении обязательств друг к другу. А вот после войны, видите, и сразу же они соскочили с этого, сразу началась Холодная война. Там, кстати говоря, знаменитая Фруктонская речь Черчилля, которые приписывают старт Холодной войны, это тоже чисто советская пропаганда, потому что Холодная война началась не с Фруктонской речи. Холодная война началась с атомного оружия в американцы. А это подстал. Я добавлю, что смотрите, у нас представления во многом сформированы школой, вот как нас учили про войну, да? И у нас, у многих, я сам помню, школьникам, такая картина складывалась, что вот мы воевали, а они сочковали. Ну, если коротко говорить. И вот Сталин говорит, ну слушайте, у вас совесть есть, ну давайте, нам тяжело, давайте. А они вот сидели дурака валяем. Ну, если вы почитаете книгу «Страны войны», вы поймете, что шла война в Африке. Они там рубились, значит, с Роммелем. Там гигантские были сражения, танковые сражения. Американцы рубились с японцами на Тихом океане. Там были гигантские сражения. Там топили этих самых флотилий, там топили десятки авианосцев, там гигантская война. Там шла война на Филиппинах, на Гавайях, в Сингапуре, там в Бирме. Там гигантские шли боевые действия. А нам подавали это так, что вот до 2-го фронта, до 44-го года, те отсиживались, да, чуть-чуть нам помогали, по Лизу. Но все, чтобы, как нам говорили в школе, я помню, чтобы мы таскали эти самые угли, угли, да, каштаны из огня мы таскали, а они там сидели и отсиживались. Шла, мы рассказывали, шла гигантская война на севере Атлантики, где, значит, немецкие подводные лодки топили гражданские корабли, канадцы топили их подводные лодки, шли бои в Африке, шли бои в Азии, шли бои в Тихом океане, все воевали. И потом, когда они выбили немцев и итальянцев из Африки в 43-м году, они тут же высадились в Сицилию, то, о чем я говорил, и пошли, вы этот сапожок помните итальянский, они с юга на север пошли освобождать сначала Неаполь, потом Рим и дальше-дальше-дальше, и уже к концу войны вместе с нами они там муссолини повесили с любовницей или с женой с кем-то, значит, и так далее. То есть картина была другая. Все воевали, и когда смогли, они высадились в Нормандию, и высадили гигантскую миллионную армию, и она пошла с запада, а мы пошли с востока и уничтожили их. Вот как было на самом деле. Пожалуйста, еще, может быть, какие-то у вас вопросы, комментарии? Месяц Рамадан, да, всех поздравляю, про мусульман, да. Вас тоже искренне поздравляю, да. Про Турцию, да, расскажите, пожалуйста, про Турцию, про ее роль, и тогда и пару слов, ну, не темы сегодня, если можно. Очень интересно было ваше мнение послушать, так как... Авиасообщение... А вы из Турции? Нет, я местный. А местный, но интересуетесь. Авиасообщение перекрыли из Турции? Тем более. Ну, про Турцию мы не делали. Я думаю, надо сделать. Это тоже хорошая идея, да. Хорошая идея. Давайте мы сделаем. Турция... А вот, знаете, вот у нас... У нас вот ущучили, да, действительно. А чего у нас Турции-то нет? Не маленькая страна. Турция во время войны, это проблема проливов, в первую очередь, да. И, собственно говоря, до войны на проливах рухнул союз между СССР и Германией. То, что в 1939 году подписали пакт, все было хорошо, от вражды перешли к дружбе, и всем понравилось, и советскому руководству понравилось, и решили, что надо дальше забирать. И Молотов, когда в 1940 году поехал в Берлин, он поехал с требованием пролива. Немцы мне отдали пролива. И, собственно говоря, вот здесь вот зародилось взаимное недоверие и переход, собственно говоря, обратно к вражде, да. Вот. Это пока единственное, единственное, что я могу сказать про Турцию, но... И еще, то, что я точно знаю, Турция была невероятно наводнена разведками всех стран. Она была, к сожалению, в защитной степени прогерманская. Давайте уж называть вещи своими именами. Там была огромная агентура немецкая, там были огромные... Там фон Папен был послом. После падения Сталинграда Турция якобы должна была там... Вот. Мы сделаем обязательно программу, подробно расскажем. Но знаете, о ком мы делали? Хотя это, конечно, шииты, я все это понимаю, но мы делали про Иран. И про Иран. Значит, удивительно интересная история. Слушайте, я одно слово, если можно, скажу про Иран. 30% ленд-лиза шло через Иран. 30% ленд-лиза, вообще это мало кто у нас знает, шло через Иран. То есть как шло? С Персидского залива заходили транспорты. Была построена железная дорога с юга Ирана до Каспия. До Самалджана? Да. Везли через весь Иран, через горы. Это огромная страна. На Каспии это все перегружалось на наши советские корабли, с нашими советскими экипажами. По Каспии поднималось к Астрахани, густью Волги. И дальше по Волги все поднималось наверх до Горького, до Самары, Казани и так далее. Гильдер рвался к Сталинграду в 1942 году в значительной степени потому, что он хотел перерезать иранский маршрут ленд-лиза, чтобы отрезать Советский Союз от снабжения. И плюс хлеборобные вот эти районы. Значит, Кубань, Ростов и плюс нефть бакинская. Бакинская нефть. Тройная цель была. Значит, бакинская нефть, хлеб и очень важно перерезать иранский маршрут. Что сделали с Ираном? Фантастика. Значит, как только началась война, с севера зашла Красная Армия, с юга зашла Британская Империя. Иран был поделен на две части. Север Ирана контролировал Советский Союз, юг Ирана контролировал Лондон. Вы знаете, что самое поразительное? Это не была оккупация. То есть даже юридически трудно, трудно вот мы в программе пытались понять, а какой статус был. То есть с одной стороны иностранная армия разделила страну и контролирует. С другой стороны шаг остался, правительство осталось, парламент остался, все заводы работали. Более того, американцы, которые дали тысячи грузовиков, есть фотографии, как американские грузовики едут через Кавказские горы, через перевалы, до горизонта, до конца долины, ущелья. Тысячи машин по Ленд-Лизу идут в Советский Союз именно вот из Ирана через Кавказский гребет к нам. Американцы платили местным иранцам заработную плату приличную, американцы построили в Иране несколько автозаводов, ну чтобы не таскать все, так сказать, готовые изделия через океан, они там сборочные заводы, там собирали грузовики, джипы собирали и так далее. Авиазаводы. И в итоге, когда война закончилась, Иран не только не проиграл, Иран выиграл, потому что у них сотни тысяч людей были заняты вот в этих перевозках, представляете? У них там создали промышленную базу и так далее. Вот вы скажите, это что было такое? Это была оккупация? Это называется так? Как же мы это в программе определяли? Короче говоря, союзники антигитлеровские попросили Иран предоставить территорию для провоза этих всех вещей, а это миллионы тонн, чтобы вы понимали. Потому что это был самый короткий путь, чтобы к Советскому Союзу. Потому что конвои мурманские топили, бомбили, а туда Гитлер дотянуться не мог, понимаете? И все это шло через Иран. И с одной стороны оккупация, а с другой стороны законная власть работает, законы работают, люди работают. Это поразительно интересная история. Маршрут, перелет к Баку-Тегеран и потом Тегеран-Баку. Это был единственный раз, когда Сталин сел в самолет. Когда он на Тегеранской... Когда он на Тегеранской... Тегеранской... Он боялся летать панически. Боялся летать со страшно. А знаете... Он на поезде, он на поезде доехал до Баку и полетел потом на дальнем бомбардировщике. Слушайте, а вы знаете, сколько Черчилль налетал за войну? Я сейчас скажу, вы упадете со стула. Полтора миллиона километров. Полтора миллиона километров Черчилль налетал на войну. Он мотался и в Москву в 44-м году. Он постоянно летал к Рузвельту через океан. Он летал в Африку. Он летал в гарнизоны. Он летал в колонии. То есть, если вот найти, где мыть карту в интернете его полетов в годы войны, весь мир испещрен вот этими, значит, его маршрутами. Полтора миллиона километров. Представляете? Ну, просто электроведник. Спасибо за подсказку. А Турцию сделаем обязательно. На сегодняшний, сегодня ваше мнение, как вы думаете? Ну, что мое мнение? Турция играет все большую роль, что я могу сказать. Ее влияние растет, в том числе на Россию. Эрдоган. Эрдоган. мое мнение тоже. Смотрите, как он разруливает в Сирии, как он разруливает в Азербайджане и так далее. давай пробейся. Эрдоган играет свою игру, безусловно. Он игрок сильный. Он не уступает Путину. И, конечно, последняя эта история, ну, мы понимаем, почему авиасообщение перекрыли, да, это после переговоров в Турции с Украиной. Это была, собственно говоря, позиция Турции по Крыму, она с 2014 года не меняется. То, что у нас об этом не сообщают, это не значит, что там, что-то поменялось. В 2014 году Эрдоган сказал, что они не признают, не признают переход Крыма под, значит, юрисдикцию России. И играет в свою игру и не всегда удается договариваться. Да, Москва давит, Стамбул, Иганкара, скорее, сопротивляется, насколько может. Турция сыграла, конечно, огромную роль сейчас Карабахи. Да, и я думаю, что это неприятно Путину, но это сильный игрок, а что делать? Надо это считаться. Смотрите, Турция всегда была, там, безотносительно к отношениям с Советским Союзом, а потом с Россией, Турция всегда была такая, как это называется, ансантрибуль, да, плохим ребенком внутри Евросоюза, они никогда не входили в Евросоюз, внутри НАТО, да, потому что их никак, власть-губежицы никак не могут принять в Евросоюз. Их не могут принять в Евросоюз, между прочим, потому что в первую очередь французы этому воспрепятствуют за 15-й год, за 19-й армян. И пока Турция не извинится и не признает геноцид, французы сказали, что им места в Евросоюзе никогда не будет. Но Турция, Турция настаивает на своем, Турция играет, вообще, Даганыч похож на нашего товарища тоже, по психотипу похожа. Да? Да? Пожалуйста, еще сделаем Турцию обязательно. Очень интересная страна. Османская империя, не шутка. Пожалуйста, Валерий. Пожалуйста, вы пришли на себя мнению однозначного позиции по гипотезе Суворова. Превентивный удар. Это его любимая тема. Я передаю слово Виталий Дуброва. Он знаком с Суворовым. Он сегодня тусуется. Я очень хорошо знаком с Суворовым. Мы с ним 4 часа делали интервью в Лондоне. А что? А потом еще много часов просидели в темном баре в Лондонском. Я из него выведал... Он разведчик, да, я не разведчик. Я из него выведал все, что только можно. Друзья, если быть серьезно по поводу Суворова, смотрите, наши историки еще ни разу не предприняли попытки осмыслить, опровергнуть или подтвердить концепцию или теорию Суворова. Суворов вывел свое. Он больной человек. Больной в хорошем смысле этого слова. Он болеет этой темой. Он просто с ума спой. Для него это вообще вопрос жизни. Давайте так я сначала расскажу про Суворова, потом расскажу про наших историков. Из интересного, из того, что из наших с ним разговоров. Он мне говорит уже, конечно, быстро, быстро под влиянием пива перешли на ты. Он говорит, ты понимаешь, он говорит, да что они меня там все, это ругают, что я говорю, что там Советский Союз хотел первым начать эту войну. Они же до конца не договаривают то, что я считаю. Я говорю, а что ты считаешь? Он говорит, я считаю, а я всегда говорю и правильно бы сделал. Он говорит, если бы Советский Союз начал бы эту войну, ну хотя бы присоединился в 1939 году к Англии и Франции, в войне быстро бы закончилась, не было никакой трагедии на территории Советского Союза. Это как бы один пункт. Что касается более общих вещей, все, что написал и наговорил Суворов, подвергается критике с позиции, а он предатель. Никто толком не разбирает все то, что он написал и то, что он читает. Потому что он предатель, потому что он не Суворов, а Резун, вот поэтому что с ним разбираться? Это отдельный вопрос. С Резуном, бывшим советским разведчиком, перешедшим на сторону, он не перешел ни на какую сторону вообще, кстати говоря, он никого не сдал, в отличие от многих наших советских разведчиков, которые там сдавали, уходя на Запад. Он ушел на Запад по определенным причинам. Я не знаю, правда это или нет, то, что он мне рассказывал. Ну, у него есть своя версия. Эта история, вот его личная, она не имеет отношения, на мой взгляд, к той концепции или теории, которую он разрабатывал как историк, как историк-дилетант, безусловно. И эта история личная, она не может быть основанием, аргументом, в оценке того, что он написал про историю войны. Это мое мнение. Поэтому нужно или резонно с проведением фактов, документов опровергать, или также резонно с фактами и документами подтверждать. Да? Это не сделано никем из профессиональных историй. Я не хочу называть фамилию, но это очень известный историк наш, один из столпов вообще нашей отечественной истории, очень хорошей историей. Историка действительно, так, по-другому начну, историки действительно поначалу его отвергли. Вот просто с порога, да? На, что там, там, какой-то недоучка, или там, что он там понаписал. Потом начали этим интересоваться, потом читать, да? задумываться. И буквально два года назад здесь, в Петербурге, он московский историк, мы с ним гуляли по дворцовой площади, и он мне вдруг говорил, а ты знаешь, нет, мы с ним говорим, он говорит, а вы знаете, он говорит, вы, наверное, сейчас дико удивитесь, он говорит, я начинаю верить сувору. Но при этом надо признать одно вещь, документов нет. Есть некий набор фактов, из которых можно сделать такой вывод. Но, безусловно, этому можно противопоставить другой набор фактов, из которого это вывод делать нельзя. Поэтому пока это неразрешимая задача, но она существует. Я считаю, что это одна из задач, одна из каких-то загадок, хотя в науке не может быть загадкой, в науке действительно задача. вот это одна из задач, которая стоит перед исторической наукой нашей войны. Разобраться с этим. Потому что там очень много что говорит в пользу Суворова, и есть вещи, которые говорят против Суворова. Безусловно. но спорить с ним не исторически, а вот на основе того, что ставить вину его концепции, его судьбу, это просто неправильно, это ничего не дает. Недавно мы делали программу, несколько лет назад было рассекречено документы о стратегической игре, которая была проведена в декабре 40-го года, вдумайтесь, в декабре 40-го года в Москве. Что это была за стратегическая игра? Генштаб, все командующие округов, все командующие армии, включая ВМФ, флот, флот, авиация и так далее. Весь высший командный состав Красной Армии. Совещание открывал лично Сталин. На открытии участвовали Молотов и прочая вся эта команда, все политбюро. Задача была стратегической игры, задача была отработать сценарий возможной войны с Германией в декабре 40-го года. Если эта программа у нас на есть, послушайте, это прям ответ на ваш вопрос. Совещанием это было не просто секретное, сверх секретное, потому что это происходило еще в рамках действующего пакта Молотова-Риббентропа, когда мы еще дружили с Гитлером. Понимаете, если бы Гитлер узнал, что в Москве высшее советское руководство политическое и высшее советское руководство военное отрабатывает сценарий войны с Германией, какая была бы реакция в Берлине? Хотя к декабрю отношения уже были сильно испорчены и было понятно, что дело идет уже к войне. Так вот, не входя в лишние детали, знаете, первый день Сталин открыл, выступил, поставил задачи и уехал. Остались военные, Жуков, короче, там отрабатывалось два сценария. Жуков руководил одним, Рокоссовский руководил другим. Естественно, как всегда, у военных это на картах все было, то есть стратегическая игра на картах. знаете, что обсуждалось? Обсуждалось направление главного удара на Германию. Один вариант был условно со стороны Беларуси, я сейчас детали уже не помню. Второй вариант был со стороны Украины, через Львов, Карпаты, вот туда, в ту сторону. Значит, вдумайтесь, декабрь 40-го, чуть не сказал, 90-го, декабрь 40-го года отрабатывалась только наступательная операция. При этом Жуков победил Рокоссовского и было понятно, что самый перспективный удар это через Украину, Львов, Карпаты, вот туда, да, более перспективный, чем с северо-запада. И когда мы нашего эксперта, я даже не помню, кто нам это рассказывал, спросили, а вообще Красная Армия оборону отрабатывала? Это к вопросу о том, что случилось в 41-м году. Мы вообще думали примерно там, как отбиваться, как обороняться. Сценарий обороны не рассматривался вообще. Игра была на нападение. Вопрос, означает ли это положительный ответ на то, что говорит Суворов? А что это узнает? Ну, может, просто играли в эти игры? А поди их пойми, что там Сталина было в башке? Но факт остается фактом. Эти документы рассекречены и опубликованы. Их может прочитать каждый желающий про эту стратегическую игру. И второй факт, который нам Саша Шарабин рассказывал сколько лет десять назад. Карты. 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 Смотрите. Как воюет офицер, лейтенантик. У него этот, как он называется? Плошедик кожаный. И в ней лежит карта-миллиметровка. С тем участком местности, за которую он отвечает. Вот там район, какой-то райцентр и так далее. Вы знаете, что, когда началась война, карты были Польши, карты были Германии. До Минска. До Минска. А уже поскольку это Минска? То есть были напечатаны сотни миллионов экземпляров карт от Минска и дальше. Не сотни миллионов, но миллионы. Три миллиона. Да. От Минска на запад. И что произошло в первые две недели войны? Когда Блицкрик и когда Гитлер очень быстро дошел до Риги, до Смоленска, до Киева и армии надо было отступать, а отступать-то, друзья мои, надо по картам. Лейтенант же вообще должен знать, что у него за спиной, куда он отступает. А карт физически не было. То есть планирование стратегическое вообще не предполагало сценария, при котором Гитлер продвинется дальше Минска. А он уже к октябрю под Москвой стоял. Ну и делайте выводы. То есть это не означает, что вот эти два примера мною и Виталием приведенных это ответ на гипотезу Суворова, но подумать есть о чем. Понимаете? подумать есть о чем. Пожалуйста. Все. Нет, вот мужчина, пожалуйста. Нет, вот мужчина первый поднимал. Да, вы, вы. да не вы, вот вы. Я хочу задать вопрос. Вот визит витеров России в Советском Союзе в Афганировании действительно имеется суть. Визит кого? Гитлера. Визит Гитлера Советский Союз. Визит фейк, 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 да, нет, Молотов летал к нему, Молотов с ним там встречался, нет, никогда. Они обменивались телеграммами, я не знаю, не знаю, это фейк, полный выдумка. Особенно хороша телеграмма, по-моему, с 40-го года, как юбилею Сталина, да, по-моему, да, наша дружба скрепленная кровью. Дружба скрепленная кровь. За эту газету можно было поупиться в Виннице и нахранить. Нет, это фейк, Гитлер никогда не собирался. Гитлер был на советской территории в Виннице, где бункер у него. Пожалуйста. Извините по поводу этого вопроса. Существует еще одна загадка военных, да, не про встречу Гитлера и Сталина, а про то, что якобы осенью 41-го года и в феврале 42-го года советское руководство два раза через болгарского посла предпринимал попытку замериться. Фактически Брежский мир-2. Опять же, слухов много, устных подтверждений много, документов нет. А у историков, знаете, как нет документа, значит фейк. Вот если документа нет... это не так. Ну, как правило, историки на документы не фейк, это требует подтверждения. Но мы еще не знаем, мы еще не знаем, что в архивах. Историки без документов не пишут. Если пишут без документов, это, как правило, публицистика, еще что-то, домыслы. Пожалуйста, вы хотели... Мне предлагается передача, что-нибудь, как сама Германия возникла. И нацистская Германия? Нет. Мы много рассказывали, очень много рассказывали. Сейчас очень две интересные книги. Некто Гитлер и Себастьян Гамманов. Спасибо. Я вам скажу, значит, в какой-то мере я отвечу на ваш вопрос. Смотрите, многие историки вообще считают, что Первая и Вторая мировая война это одна война. Потому что Вторая мировая война, она выросла из Первой мировой войны. Это факт. Она выросла из Версали. что Версальский договор это, к сожалению, победители очень часто пребывая в эйфории от своих побед, делают большие ошибки. И то, что совершили, сделали с Германией в Версалье, это предопределило очень многое из того, что дальше происходило в этой стране. В этой стране, имея в виду Германию. чувство реванша, унижение, унижение, а потом требование, национальная гордость и требование реванша. Вот, собственно говоря, я так думаю, что это тот, те дрожжи, на которых все это взросло в первую очередь. Вы знаете, мы столько делали про Гитлера. Вот мне он нас очертил. Мы делали про Гитлера, мы делали про Шпеера, мы делали про Гебельса, мы делали про Рэма, мы делали про этого, кто это там, господи, они у меня все эти нацисты в голове перемешались. Ну, короче, мы эту всю верхушку перебрали, как косточки, знаете, на счетах. И как-то какое-то время мы охладели к этой теме про этих нацистов. И про Нюрнбергский процесс мы делали, так сказать, много программ. И про Холокост, и про Освенцы мы делали много программ. Вот. Если, да, если мы с Демарским вдруг снова воспылаем к этой теме интересов, мы, может быть, по второму кругу, значит, но мы очень, вы знаете, вы в архивах нашей программы можете, не знаю, пять томов набрать про Гитлера и гитлеровский рейх и так далее. Немножко не про них, а про нацию. Про нацию? Да. Про что? Про нацию. Ну, кстати, это интересная тема, мы посмотрим. Нет, ну как. Ну, а потом очень много и мы рассказывали, да. Уже много как-то. Да, мы рассказывали и про... Ну, вообще, мы не только про личности, мы рассказывали и про партию, мы рассказывали про военно-промышленный комплекс, мы рассказывали... Вот, кстати, мы сейчас готовим программу про экономику нацистской Германии. Вот это, я думаю, тоже будет интересно, уже вообще, как эта экономика была устроена, как вообще роль ВПК, роль госзаказа, значит, вот эти все, значит, крупы, вот эти, значит, гигантские корпорации. Мы сделаем, у нас есть специалист, который это хорошо знает. Мы уже сделали одну программу интересную про муссолининскую экономику. Безумно интересная тема. Экономика фашистской Италии, как это все было устроено. Если кратко, банкроты, все делали в долг и обанкротились, то есть довел страну до ручки, что война – дело дорогое. Вот сейчас сделаем про гигантскую экономику. Ну, подумаем, да, подумаем. Пожалуйста, вы хотели, да, молодой человек? А, вот, вы хотели, да. Вы знаете, такой вопрос. Тут среди авторов в России в этой книге «Историки на месте родительского сокровета». Кто? Каспаров? У-у-у! А давайте я расскажу. Да, Виталий, расскажи. Что вы? Сейчас Гарик Каспаров это. Скажи. Гарик Каспаров, когда он еще был в России, он мне один раз сказал, у меня была программа по Ленд-Лизу. Вот. Потом, и я, там, встретились мы на эфи с Каспаровым, и он мне говорит, слушай, он говорит, я изучал Ленд-Лиз, я изучал Ленд-Лиз, давай хоть я еще там дорасскажу, там, что-то такое. А потом, и была программа, и была программа, там про Ленд-Лиз, я не помню, что в книгу за вошло. Нет, тут Гарик Каспаров, а там Медуи. Гарик Каспаров. Атол Медуи, это битва на, битва в Тихом океане. Да, 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 да. Вот, это правильно. Короче говоря, Гарик Каспаров, как человек, такой, системный, что ли, да, в том смысле, что он невероятно, там, даже не калькулятор, там компьютер в голове. суперкомпьютер, да, суперкомпьютер, он, то, чем он интересуется, он все это систематизирует, и создает себе, ну, свою, конечно, безусловно, картину мира, или только того кусочка мира, который он изучает. И после этой программы про Ленд-Лиз, я говорю, что это ты вдруг заинтересовался, там, войной? Он говорит, ну, вообще, говорит, я, говорит, больше всего интересуюсь вот этой темой про Ленд-Лиз. Битва при Атолии Медвее. Да. Я говорю, а что такое? Он говорит, а помимо шахмат, оказывается, я тоже этого не знал, он проводит типа деловых игр в крупных корпорациях в запах, да, и я не могу вам сказать подробности, но он мне сказал, что все, что произошло на Медвееве, да, все, что произошло с Медвеевым, это он говорит, это мой главный пример, я там все знаю досконально, он на основе этого эпизода строит свой семинар с высшими, как они там называются? Топ-менеджеры. Топ-менеджеры. Стоп-менеджеры крупных корпораций. Вот так, неожиданно, совершенно, мы вышли на эту тему. Вы, вы возмущены? Нет, просто, что здесь изложены, а? Здесь изложены на уровне, не знаю, что я не согласен. Ну, я не согласен, я не согласен, вы знаете, Гарри Каспаров, гениальный человек, кстати, вчера у него день рождения был, и он действительно, а? У него 13 апреля, Вот, и он действительно дотошный человек, он эту тему знает блестяще, с ним можно говорить по 8 часов на эту тему, он блестяще ее знает, а битва при Атолии Медвы, это решающая битва на Тихом Атеане, это ключевое событие, битва на Тихом Атеане, между американцами и японцами. Там был разгромлен основной японский флот, и после этого перевес в войне, окончательно перешел к Соединенным Штатам. Вот поэтому мы включили эту тему, и этого человека, и эту историю в книгу. Давайте еще, может быть, про военнопленных, которые, рабочая крестьянская гражданинка, которые попали к немцам, лично мой дед, так и был, в первых годах, в начале попал, освобождали его союзники, и транзитом он поехал в Сибирь на 10 лет сразу. Что происходит? Да, мы делали про это несколько программ, мы делали программы про гостарбайтеров, то есть тех наших гражданских лиц, которые немцы угоняли на работы в Германию, очень подробно об этом рассказывали. Мемориал года 4 назад выпустил вот такую огромную книгу, она у меня есть, о старбайтерах, где документы, фотографии, свидетельские показания, цифры, факты, как жили, на каких заводах работали, какой был паек, чем им платили за работу, там были специальные марки, такие, знаете, третьестепенные, такие, типа талончиков, которые мы их платили. Ужасная ситуация. И у нас, конечно же, было немало программ про военнопленных, про чудовищные потери 41-го года, когда они там ели землю, траву, червяков, и погибали от болезни, от голода, в этих лагерях, куда их сгоняли. Чудовищная история и так далее. Это все мы... И то, что им не давали не давали ни медицинской помощи, ни продуктов, и люди гибли сотнями тысяч, мы это подробно рассказывали, вы можете на архиве нашей программы найти эти программы, эти передачи. По поводу военнопленных несколько вещей хотел бы сказать. Первое, нужно же продвигать свой продукт. В прошлом году, к 75-летию победы, 20-й год, правильно, 75-летию победы, мы выпустили, по-моему, очень хороший журнал, довольно толстенький, журнал «Белетанк», с вопросами, ну и с ответами, разумеется, по войне, которые мы не сами придумали, а мы дали возможность нашей аудитории, там, Эховской и другой, задавать вопросы теми, то, что их интересует. Оказалось, что народ интересует совсем не всегда то, что, как нам кажется, должно их интересовать. В том числе было огромное количество вопросов по военнопленным, и там, мне кажется, довольно, действительно хорошие вещи есть по военнопленным. Вот, это первое. Второе, я хотел сказать по военнопленным, это тоже такая история, которой бы тоже надо было покоснуться и рассказать. Совершенно отвратить до себя повели союзники, которые сдавали ближе к концу войны Советский Союз, там очень многие военнопленные очень попавшие в плен к союзникам, они хотели остаться на заводе. Их по просьбе Сталина возвращали в Советский Союз, их судьба ждала известно. Там были фильтрации, НКВДшники проверили каждого, если человек не мог объяснить, например, кто вас где-то, если он не мог объяснить или вспомнить какой-то факт в себе, понятно какая. Вот, и третье, я бы хотел вам посоветовать на, как это, Пауховский или Филипенко книжку, буквально года два назад, Саша Филипенко есть такой писатель, он вообще белорус, но он живет в Петербурге, он на дожде работал, он журналист и стал сейчас писателем. Он очень хороший человек, очень хороший писатель. Он совершенно, это фантастическая история. На побойхе, совершенно случайно. Я только не помню, он сам или ему просто это рассказали, показали этот документ. Значит, был найден документ. Документ, письмо Красного Креста. Где-то конца июня 41-го года в российский, ну, тогда был не МИТ, а наркомат иностранных дел, с предложением, чтобы через Красный Крест, раз пошла война такая, да, чтобы через Красный Крест можно было бы там, ну, Красный Крест обеспечивал хоть какой-то там посылки, существование, существование военнопленных. И был найден на побойхе документ из наркоматных дел с резолюцией Молотова, чтобы послать их в черт. с самого начала войны была возможность хоть как-то облегчить их судьбу. Но это бы не было сделано. Добрый вечер, меня зовут Антонина, приятно вас приветствовать в Санкт-Петербурге. Вот, у меня такой вопрос по поводу депортации чеченцев и ингушей. То есть это тоже как бы есть такая не очень приятная страница Второй мировой, да, вот, смотрите, тем более, что как бы Сталин сам был этническим борцем, да, то есть он был этнический грузин, вот, между тем он выселил их всех. И, ну, все как бы знают, что, ну, не знаю, может быть не все, дело в том, что я родилась и выросла на Кавказе в городе Грозном, вот, и в результате войны, которая, ну, не знаю, может быть это отголосок именно вот той депортации, которая далекая была, вот эти вот 90-е как бы получились, да, вот, хотелось бы узнать, правильно ли он тогда поступил, ведь чеченцы, они были на стороне гитлеровцев, то есть они очень сотрудничали, они воевали в Польше, были их там войска, то есть какие-то определенные даже там, вот, то есть, вот, было ли это правильно, или можно было как, вот вы сейчас сказали, что Иран через Кавказ, да, а здесь вот свой родной Кавказ, получается, то есть это же была Чечено-Ингушская автономная, ну, республика, и получается, вот они как бы вот сидели, да, и вот, как вы считаете, было ли это правильно, или же это как бы, вот нужно было как-то по-другому поступить вот в то время, ведь Грозный очень сильно бомбили, он был такой стратегический достаточно объект, там еще нефть, у нас, да, у нас вот стоял памятник пожарным, он стоит до сих пор, он две чеченские войны просто, он стоит, потому что пожарники тушили город, и люди этим очень гордились, вот те, кто жил в городе Грозном, для них это, достаточно, но с другой стороны, чеченцы, как бы думали, что это неправильно, потому что вот их депортировали там и прочее, да, ваше мнение на эту, на этот счет, и еще, еще из современности, то есть вот смотрите, сейчас, ну это уже такой вот вопрос, да, Навального сейчас посадили, ну, без этого сейчас никак, и он просит Коран, Кадыров, как бы там, зачем, да, то есть вот скажите, зачем он ему, на ваш взгляд, зачем человеку Коран в тюрьме? Вопросы, да, а вы сами читали Коран? Я жила с ними, с Чеченки, 18 лет, конечно. Я читал, значит, смотрите, а зачем ты читал, ты же не в тюрьме? Мне интересно, мне интересно, я вообще интересуюсь, я и Ветхий Завет читал, друг мой, да, не только Новый Завет, но и Ветхий Завет, который вы называете Торой, итак, смотрите, депортация, вообще какой-то Ветхий, очень Ветхий, я, кстати, читал Ветхий, 19 век экземпляр, очень Ветхий, депортация, это преступление против человечности, это точка, это преступление, фраза, фраза, чеченцы были за Гитлера, неприемлемо, потому, что ровно так же сотни тысяч русских сотрудничали с нацистами, на оккупированных территориях, власовцы, я вас уверяю, сотни тысяч, я не возьмусь сказать за миллионы, казаки, сотни тысяч русских сотрудничали, были другие казаки, были другие казаки, которые воевали на стороне Гитлера, и это тоже правда, поэтому фраза, чеченцы были за Гитлера, неприемлемо, точно так же, как депортация целого народа, среди русских были за Гитлера, среди чеченцев были за Гитлера, среди крымских татары были за Гитлера, Но были чеченцы герои... Даже евреев надо? Одного. Один даже еврей был за Гитлера. Но среди чеченцев были герои Советского Союза, среди ингушей были герои Советского Союза, среди крымских татар были герои Советского Союза. И мерить народ, и весь народ мазать черной краской, это мог только Гитлер в отношении евреев и цыган, и Сталина в отношении чеченцев, ингушей, балкарцев и прочих крымских татар, и кого депортировали. Это преступление против человечества, и это неприемлемо. Поэтому никакими соображениями депортация не была оправдана. Это было преступление. Вот, да, коллективная вина. Нацисты говорили, все евреи поголовно виноваты, и уничтожили 7 миллионов евреев европейских. Поголовно. Грудных детей, женщин, беременных, стариков, инвалидов, всех в печь. Понимаете? И Сталин, но этот не в печь, а в теплушке, где десятки тысяч людей по дороге умерли. А других выбрасывали в зимнюю степь, это было 23 февраля, вы прекрасно знаете. Они рыли землянки и гибли. И если бы им не помогали казахи и не помогали сибиряки, погибло бы еще больше. Это я уже своей бабушки сибиряшки знаю. Когда помогали и спасали. Рассказывали мне историю, когда выбросили, значит, в степи, окружили колючей проволокой, казахские дети, матери им говорили, казахские дети подбегали к колючей проволоке и бросали круглые белые шарики. И сначала чеченцы, ингуши не понимали, что это. Это был сыр, курт. Кто степняки, кто знает, что такое курт. Это такой сухой сыр, копченый, который делают на огне. И этот курт спасал жизнь, понимаете. Поэтому это преступление. И если говорить о том, что как чеченцы это воспринимали, а как бы вы это воспринимали? Если бы вас выслали за 3000 километров, бросили в морозную степь. Если бы ваша бабушка в дороге умерла. Если бы ваша мама в дороге умерла. Вы бы какую память об этом сохранили? Ну об этом и речь. Вот ненависть рождает ненависть. Вот и все. Сталин породил ненависть и получил ненависть. Это преступник. Все, что я могу сказать. Да, пожалуйста. Вот как раз для контраста. Всем известно, что были колонии немцев. Ребята Екатерины, Марта Крестова и все саратовские немцы. В 1941 году половина при транспортировке в Казахстан, Тюмень, Сибирь. Погибли. И эти люди, кстати, еще только их Аденауру вспомнили. Согласно протекции Аденауру их просто освободили. Потому что там было все. Пожизненное заключение. Коллективная вина. Давайте. Демцы, которые 300 лет жили в России. Которые, кстати, работали в трудовой армии. И на «Даль Победы» давали свой взнос. Они были и в Тюмень. А какой вообще положительной роли Сталина? Можно я добавлю одну вещь? Мне кажется, очень важная вещь. К сожалению, но я считаю, что в результате объективности ради можно... Я вас прошу. Я вас прошу. Я вас прошу. Я хочу добавить одну вещь. Мне кажется, что для объективности ради это тоже надо сказать. Искушение... Сергей Алексеевич, я вас умадаю. Искушение, когда возникает война, поступать несправедливо, это искушение возникает, боюсь, у всех. Я к чему? Я думаю, что точно так же американцы интернировали и сошлали всех японцев. Но это не депортация. Но ты сравнил... Это не депортация. Пожий дар с яичницей. Значит, я не сравнил. Домашний арест с высылкой в степень мороза. Да, я скажу. Давай, давай. Вот Иван Харькович сейчас сказал, да, интернированы. Они были интернены, вышли, они были депортаны. Гемцы были тоже депортированы с Волги, они интернированы. Вы тоже неправильно говорите. Их депортировали с Волги в Сибирь. И точно так же вы просили. И в Сибирь, Казалистан. И на Алтаику сто тысяч, до сих пор сто тысяч. Это один процент. Импортации и интернеты. Потом они были интернены. Потом, но сначала их всех выслали. Потому что возникает, потому что возникает вот это вот опасность, вот внутренний врат, вот пятая колонна. И, да, тем не менее, американцам за это стыдно. Стыдно. Да, и американцы за это извинялись. Чистая правда. Они стыдно, вот были в окружении Курской дуга. И их всех, кто попал в окружение, в Бесвингоменте и в Сибирь, в Курской дуга. Вот это как называется. Поэтому мы в нашей программе не лакируем. А мы говорим, как все было на самом деле. Главный принцип нашей программы – это правда. Вот как было, так и было. Выгоняют нас уже. Говорят, заканчиваем. Мы закольцовываем разговор, потому что в данном случае устраивать надо программы здесь. Вот раз в неделю посидеть, поговорить. Но я напоминаю, это презентация книги. И, позвольте, подведу черту. Психологи говорят, чтобы вырваться из кольца, надо, чтобы кто-то один остановился. Вы знаете, если кто-то перестанет ненавидеть, возможно, не будет повторяться исторические ошибки. Спасибо вам большое. Чистая правда. Спасибо всем. И авторы ждут, чтобы поставить автографы. А ваши аплодисменты авторам не длительны. Да, мы с радостью подписывать. Спасибо.